привет ребята вот доработочку такую к своему дымогенератору придумал в общем-то натолкнул меня на мысль поджигать сверху виктор палыч спасибо ему за это и привет вот ну то без также набивать чтобы не совать ворошилку чтобы она не гасла поджигать сверху ну в общем попробую я что получилось но поначалу когда через весь слой опилок идет дым слишком медленно идет все-таки просасывать 30 сантиметров опилок тяжеловато им потом после половины вроде бы разгоняется и уже тогда ну получается как и у меня также приходится тогда опять вот эта вот эта штука на компрессор у меня одевается гребенка ну вот я и регулировал то есть снимал одевал шлангики в общем тут можно один к шести сделать ну конечно грубая регулировка один шлангик снял уже половина можно было каким-то кранике ставить тут чтоб потихонечку но опять сопли городить эти все это наболтается вот этот вот ну теперь я по-другому сделал сразу компрессор у меня на всю молотит компрессор я тоже показывал сейчас я на него на виду он стоит про него был обзор вот хороший мощный добротный компрессор так ну и значит все время мне надо было раз в полтора часа обрегла вот этой ворошилкой ворошил то есть я тут дело специальное вставлял ее вот сюда и ворошил ней ну то есть я сначала вставлял засыпал опилками потом одевал крышку это так вот ворошил но в принципе нормально но все равно было значит слишком слишком он разгорался дым убегал вот жена кричит гарью пахнет вот мне это вообще нормально я люблю когда аж зажаренные ей вот такой вот изысканный вкус не знаю откуда ну ладно вот значит мне виктор павлович подсказал поджигай сверху не будет проблем ну да ворошить не пришлось ну как бы опять разная концентрация ну да концентрация разный дым то сильнее то слабее сейчас сразу скажу дым слабее сделал я значит два вот таких стакана круглый и квадратный но думаю попробую в таком лучше вот такие вот картриджи ну немножко не культяписта но в принципе это у нас миллиметровка с просечками где-то ну наверно далее даже более 50 процентов вот ячейки где-то у нее 3 миллиметра и 3 миллиметра перегородки вот эти вертикальные горизонтальные чуть побольше это были решета от зава было такое сооружение в колхозах раньше зав 14 зав 16 то есть верновая автоматическая вилка 14 сантиметров час кому интересно ну вот сделал квадратную и сделал круглую думаю в какой лучше круглая вообще но не культяписта получилось ну да бог с ней пока временно то есть попробовать вообще то я два раза полил этой один же вообще в идеале бы трубу квадратную сотку она как раз вошла туда и в ней болгаркой по нарезать это тоже прочная достаточно ну ладно сколько походит но в принципе горят обе одинаково из обоих единственное что в круглую чуть поменьше влазить туда 3 литра грубо говоря сюда может быть за счет того что углов нет 2 700 в общем трехлитровая горит 5 часов у меня получается за счет того что дыма мало вот ну то есть конечно если дыма много и она из горит быстрее коню понятно ну вот сейчас покажу как это работает в дымогенераторе ничего и не изменял так что там все и оставил все поддувало поддувало и запальные отверстия закрыть вот здесь в крышке еще сделал вот такой вот типа поддувал тут получать теперь поддувало на сверху и типа регулировочная пластина вот так ну у меня открыто на всю скажу сразу так сделал на всякий случай вопрос на шпиль ничего сложного просверлил чтобы ничего не варить вот там тоже все все оставил как было просто вставляем сюда и это вот и она становится на ту заборную трубу которую у меня прорезями но это я пока и сейчас значит попробуем поджечь китайский работа поджигаем сверху ну вот вроде бы подожгли подожгли и включаем компрессор включили мы компрессор ставим крышку открываем поддувало ну и вот такой дымок у нас пошел вот такой дымок у нас пошел сейчас попробую показать ну наверное наверно придется снять со статива извините если дергаю все самопальное ну в принципе достаточно неплохой достаточно неплохой дымок вот скажу сразу у того было больше если оттуда сразу берет но понятно что вот теперь попробуем вот эту вот задвижку прикрыть так сейчас я буду на дым показывать и прикрывать вот ее прикрыл вот уже как-то стало немножко вот светлеет дымок видите то есть работает работает задвижка провода конечно ну понятно притока воздуха нет он начинает подгашать открываем 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 вот начинает разгоняться начинает разгоняться ну и потом вот впоследствии ну я говорю держу постоянно открыто и может быть все таки тяжело ему мою систему прокачивать просасывать ну зато компрессор без соплей всяких этих регулировок чем меньше регулировок тем лучше мне кажется и еще можно значит вот это вот задвижка ее можно приоткрыть и он начнет в перемешку с воздухом сосать получается вот мы ее открываем 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 но тогда отсюда до определенного момента иначе сверху начинает дымить вот так немножечко приоткрыть и все ну вот как то так вот так вот у меня получилось до гора я говорю вся досла вот в этих стаканах то есть получается что дым идет сбоку через решетки медленно опускается ничего у нас не забивается вся труха остается здесь трухи практически очень мало там буквально две ложки очень мне понравилось но такая вот доработочка вроде бы все понятно да вот так он он медленно и уверенно дует на 5 часов хватает заклад но копчу я где-то 10 часов скумбрию нормально два стакана один вызрел другой уже зашипанный готов ставлю и попер ну все спасибо всем ребята за просмотры чего надо чего не ясно спрашиваете всем ответить с удовольствием ну всем пока всем удачи все Продолжение следует...